МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полиция предупреждает об уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, напоминает телеграм-канал Ленинского района. На постоянной основе сотрудники органов внутренних дел проводят проверки адресов массовой регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства с целью выявления нарушений миграционного законодательства. Почти 3,5 миллиона подростков проходят профориентацию на платформе «Билет в будущее», которая входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Ученикам с 6 по 11 класс рассказывают об актуальных профессиях и помогают определиться с будущей карьерой. В Самарском регионе 661 школа принимает участие в проекте. Проведено более 150 тысяч профориентационных диагностик. Создано 237 программ профессиональных проб, сообщает городской департамент образования. Телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской информирует читателей, как получить налоговый вычет за занятие спортом. Его можно получить, если в этом или прошлом году вы покупали фитнес-абонемент, записывались в бассейн или другую спортивную организацию, водили ребенка в платные секции. Однако есть несколько условий. Вы должны официально работать и платить налоги. И важно, чтобы организация, предоставляющая услуги, была включена в перечень Минспорта. Оформить вычет можно как через налоговую, так и через работодателя. Развивать спорт и делать его доступнее помогает федеральный проект «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Благодаря ему по всей России открыто более 400 спортивных объектов, а 53% россиян систематически занимаются физкультурой и спортом.